Здравствуйте! Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла об истории средних веков. Четвертый сезон этого цикла, где мы говорим о странах Иберийского полуострова, Испании и Португалии. Прежде чем перейти к этому выпуску, посвященному как и предыдущему историческому контексту эпохи, я хочу напомнить тем, кто может быть забыл, что сейчас идет активная фаза войны, которая началась 24 февраля 2022 года с полномасштабного вторжения войск Путина на территорию Украины. Хотя война в той или иной степени шла еще с весны 2014 года, но такой пиалотик ущипали. А вот эта активная фаза привела к масштабному разрушению городов, к миллионам людей, которые покинули места своего обитания. И в том числе я уехал из своих родных мест в более безопасные. Если у вас есть возможности и желание поддержать мой проект, вы это можете сделать, присоединившись к патронам на сайте patron.com.kos.kho.kho.kho.v. И также призываю вас подписываться на мой канал YouTube. Таким образом вы покажете некоторую поддержку, хотя бы и моральную, к развитию этого проекта. Собственно, этот выпуск будет посвящен городам и городским общинам в Леоне и Кастилии. Но если мы начнем с более ранних времен, с Астурийского королевства, то там рослился довольно уникальный тип сеньории, который назывался Бегетрия или еще Плебейская сеньория. Это была община. Не обязательно, кстати, город. Для тех ранних времен городов было не так много. Так вот, эта община коллективно призывала сеньора, но не в качестве своего господина, а как защитника и покровителя. Хотя разница не очень большая, потому что в системе отношений, о которой мы говорили в предыдущих выпусках, клиент-патрон, в общем-то, защитником и покровителем клиентов был сеньор. Но тут особенность в том, что это было такое коллективное покровительство. То есть не индивидуально был клиент, а клиентом была община. И еще была интересная особенность, что по желанию членов общины она могла сменить сеньора и выбрать другого. Вот были такие Бегетрии со свободным выбором, были Бегетрии более ограниченные, которые могли выбирать сеньора из определенного рода, но тоже вот могли менять по своему усмотрению. И что-то в этом есть от таких средневековых городских республик. Как-то вот это с ними, хотя и отдаленно, но связано. Посмотрим там на тот же Новгород, как они выбирали князя и какие отношения были между князем, бояром и вечем. В Леоне и Кастилье с 10 века Бегетрии постепенно исчезают, но появляются вольные поселения, которые назывались латинским словом «вилла» и разрешающим от него испанским «вилья». На эти места, на виллы, вильи не распространялась юрисдикция графов. Управлялись они советами, которые назывались «консеха». Это можно было бы назвать вольными городами, но дело в том, что по такой системе организовывались не только городские общины. Фактически, более такой хорошей аналогией, на мой взгляд, являются коммуны во Франции. Это самоуправляемые общины, которые не имели сеньора и получали свои хартии, ну в данном случае, фуэрос от короля. В 10 веке известны фуэрос, полученные городами Бургас, Сан-Сатарнин, Кастрахерис. В 11 веке это Нахера, Леон, ну и другие города. Я рискну предположить, исходя из тех же соображений о большей сохранности римских традиций в Испании по сравнению с Галлией, о которой я говорил в прошлый раз. Что муниципальное самоуправление в Леоне и Кастилье развелось больше и сохранилось сильнее, чем во Франции в 11-13 веках. Дело в том, что у Леоно-Кастильских городах общество структурировалось и постепенно выделялись, ну так называемые, майорес и минорос, инфансонос и виланос. Но это все были свободные люди. Они имели разный вес, разное влияние в городских советах. Это все были, грубо говоря, свободные горожане. Управление вильей осуществлял совет, консехо. И он играл ту же роль, что конвент в графстве. Ну помните, в прошлый раз мы говорили конвентус публикус. Так вот этот консехо это аналог, только в городе. К его полномочиям относился разбор судебных дел, надзор за системой меры весов, установление цены тарифов, определение размеров штрафов, надзор за честностью торговли и тому подобные вещи. Кстати говоря, заметьте, что в римское время все это осуществляли городские курии. Даже в древних Афинах, по-моему, тоже городское собрание часть этих вещей делало. То есть это все продолжение античных традиций. По крайней мере преемственность с поздней римской империей, которая вот сохранилась через Двездготское королевство, проявляется достаточно четко. К консехо назначают должностных лиц, подобно тому, как римские курии назначают магистрата города. В Леоне и Кастилье к таким должностным лицам относились юдексы, то есть городские судьи. Кстати говоря, позднее у этих юдексов появляется младший судья, которого называют Алькальд. От арабского Алькади. Ну, значит, то же самое судья. И мы еще встретимся с термином Алькальд. Но первоначально судья по латыни назывался юдекс. А были еще присяжные, которые назывались юрадус. Далее были веедорес, это инспекторы. Но это самый ранний этап. Позднее появляются должностные лица, в названиях которых угадывается уже арабское влияние. Например, Альгвасил, хранитель городского знамени. Альферес, глава городского ополчения. Например, с 1137 года, или по крайней мере к этому времени. Такое ополчение существовало в Авиле, Саламанке, Толедо, Гвадалахаре, Мадвиде, Сигове и так далее. Далее разрастается штаб инспекторов. Аламины следили за качеством товара. Аллафиры за качеством общественных работ. Алькальд, о котором я уже говорил, постепенно превращается из младшего судьи в уполномоченного представителя короля. А далее в мэра города. То есть мэр города называется Алькальд. Права городов. В высоком средневековье короли поддерживали горда и городские общины в своей борьбе с крупной аристократией. Это было естественно, и мы это видели во всей Европе. В результате те фуэрос, которые короли предоставляли городам, были довольно благоприятными для городских общин. И города стремительно богатеют. Фуэрос ограничивает переход собственности горожан, в том числе земель. В руки аристократии, ну например, были ограничения на куплю-продажу недвижимого имущества. Если человек извне городской общины покупал дом, то он был обязан стать членом общины и подчиняться ее правилам. Скорее всего, вещь шла также о финансовом участии в жизни общины. Жители города серьезно настаивали свои права. Судить их и помещать их под стражу мог только городской суд. Если подозреваемый в чем-то горожанин приводил поручителя, то его вообще не помещали под арест, отпускали на поруки. А если горожанин в пределах города в рамках допустимой самообороны убивал или наносил увечья представителю знати, то он освобождался от ответственности. И наоборот, если знатный человек, ну тоже в пределах города совершал преступление, то его можно было безнаказанно убить. Для городских общин короли устанавливали также благоприятные фискальные условия. Некоторые из общин вообще освобождались от налогов. Ну, например, город Куэнки. Для других был установлен один определенный налог. Ну, например, в городе Санабриалё. Король не мог применять городам чрезвычайное налогообложение. К слову, такая щедрость по отношению к городским общинам и нуждалась сеньоров, которым принадлежали некоторые города, также предоставлять общинам подобные послабления. Ну, приведем пару примеров. Такой классический пример это Сантьяго де Компостелло, о котором я уже упоминал в более ранних выпусках. Так вот, его жители первоначально были в вассальной зависимости от епископа, ну, потом архиепископа Сантьяго де Компостелло. Но они имели большие личные свободы и неоднократно восставали, чтобы добиться, ну, таких муниципальных свобод. В частности, восстание 1136 года, или то, о чем я говорил в более ранних выпусках, восстание 1119 года, когда архиепископу пришлось переодеться в нищего, чтобы его там не убили разъявленные горожане. Совет в Сантьяго существовал, но это был не полноценный консеха, а консилиум. То есть, это совещательный совет при архиепископе, и функции его были ограничены. Но в результате ряда восстаний между 1173 годом и 1236 годом горожане Сантьяго сумели добиться подлинного муниципального самоуправления. Второй пример это город Саагун. Он был в зависимости от Клюнийского монастыря. Король Альфонс VI предоставил этому монастырю полную независимость от светских и духовных властей. Его аббат имел юрисдикцию над городом. Для привлечения новых горожанов в 1085 году король и аббат сдали фуэр, которая давала привилегии жителям Саагуна. Но затем монахи стали, ну скажем так, наглеть и вводить разные монополии в свою пользу. Например, хлеб можно было печь только в монастырских печах. Далее, нельзя было продавать вино, пока монахи не распродадут свой запас. Ну понятно, чтобы не иметь конкурентов. Нельзя было приобретать сукно, рыбу, дрова, пока монахи не запасут их для своих нужд. Опять же, конкуренция, но на покупателя. И жители Саагуна в результате неоднократно восставали. В 1095 году в результате их восстания была отменена монополия на печи. В 1152 году Альфонс VII дал городу новый фуэр, но борьба городской общины и монастыря продолжалась до конца XIII века. Были случаи обратных перегибов. Городские общины подделывали фуэр для того, чтобы получить те права, которые им не представляли. Некоторые из них даже вели войны с иностранными державами. По мере того, как в XII-XIII веке города усиливаются, они все активнее вмешивались в политическую борьбу. Организовывают между собой союзы, которые назывались армандады. Ну, аналогичная история была в Италии, вспомнил Ломбардскую лику. Города в Испании, ну, в Леоне и Кастилии, скажем так, воевали друг с другом и против соседних сеньоров. Армандады имели своих алькальдов, принимали свои решения, не считаясь королем. Вот такая вольница продолжалась до правления Фердинанда III, который там некоторым образом порядок навел. И некоторые армандады запретил. А в XIV веке, как в Франции, в Кастилии и Леоне начинается закат этой муниципальной вольницы. Важной частью городской жизни Леоны и Кастилии были так называемые чужестранцы. Но это не иностранцы. Чужестранцами называли, обратите внимание, людей, которые там жили поколениями, но они были иными. В первую очередь это евреи и мудехары. То есть мавры, которые жили на христианских землях. Ну и отчасти это муссарабы, то есть христиане, которые жили под арабами. Ну а по мере того, как христиане отпоевывали мусульманские земли, то муссарабы также появлялись и на христианских землях. Ну вот сейчас мы об этих трех типах чужестранцев, или, бывает, двух типах и муссаровов поговорим. Положение евреев по сомнению с концом Визгодского периода было гораздо более хорошим. Напомню, что последний королей Визгодов евреев довольно сильно щемил. Арабы, кстати, к ним толеранты. Евреи играли важную роль последников между христианами и мусульманами. Даже между христианским и мусульманским миром, я бы сказал. Потому что они, в первую очередь, были торговцами. Также среди евреев было довольно много ученых, которые способствовали распространению науки из арабского мира христианских. Короли охотно пользовались услугами образованных евреев, нанимали их как интендантов, врачей, преподавателей. Альфонс VI разрешил евреям занимать любые общественные должности. При этом евреи жили по своим правилам и обычаям. Тоже Альфонс VI, после поколения новых обширных территорий, признал принцип раздельного законодательства. У евреев был свой сутья, который знал их право. Если еврей был истцом, то на этот суд должен был являться и отвечать христианин. Фуэрос в XI-XII веках давали евреям те же права, что и христианам. Но уже в начале XIII века положение евреев начинает постепенно ухудшаться. Дело в том, что к середине XII века альмахады начали гонение на евреев в мусульманских общинах. И множество евреев бежало в пределы Кастилии и Илеонов. В одном лишь таледо проживало 12 тысяч евреев. К слову, там сохранились до сих пор прекрасные образцы еврейской архитектуры средневековой. Я вот когда там был, я это все увидел. Евреи оказывали значительную помощь королям Кастилии деньгами. Они даже служили в королевском войске. Но по мере того, как христиане завоевывали мусульманские земли, и мусульмане, скажем так, теряли свою одиозность как их противник, то возрастал антагонизм между христианами и евреями. И в XIII веке начинаются уже определенные ограничения. Сначала незначительные, а потом более сильные. И они усилятся еще более в позднем средневековье. И дойдет все к его концу, к 1492 году, к изгнанию евреев из пределов Испании. Ну, скажем так, Леона, Кастилии, Арагона. Вторая община это мудыхары. Напомню, что мудыхары это мусульмане, которые покорились христианам и жили на христианских землях. Это могло происходить либо, когда они сдавались в обмен на оплату Дании, либо капитуляция города, либо заключались с христианскими королями союз. При этом они сохраняли свою религию, то есть ислам, продолжали жить по своим законам. Ну, фактически, это ситуация обратная мусаровам, то есть христианам, которые оставались на землях, захваченных мусульманами. И которые сохраняли, соответственно, христианскую религию и свои обычаи. Поэтому с самого начала реконкисты в Астурии, затем в Леоне и Кастилии, стала применяться практика, которая была похожа на арабскую практику. То есть мусульман на отвоеванных христианами землях не ущемляли. Давали им жить привычной жизнью, оставляли им их религию, законы. И наиболее мирно мусульмане жили в Астурии 9 века и в Леоне 10 века. В то время, кстати, их еще не называли мудыхарами. Слово появилось позже. А слово это появилось где-то в 11 веке. Как раз в период великих завоеваний Фердинанда I и Альфонса VI. Фердинанд I правдал разную политику. Были и гонения на мусульман, были и разрешением остаться при условии уплаты дани. Альфонс VI проявил большую гиппость. Ну, например, в Толедо, когда была капитуляция, то мусульмане сохраняли жизнь и имущество. И они освобождались от налогов помимо подушного. Они, естественно, продолжали исповедовать ислам. И у них было самоуправление. Но в Толедо на такие условия потянулись даже мавры из мусульманских земель. Благословно относился к мудыхарам и Альфонс VII. Он сдал для них особый фуэрос. Их Аль-Гвасилом назначил эмира Руэде. Альфонс VIII продолжал ту же политику. Аль-Гвасилом назначил эмира Мурсиев. И на каком-то этапе даже этот эмир был главнокомандующим войством христианского короля Кастилии. К концу XII века численность мудыхаров на территории королевства была уже весьма значительной. И христианская церковь начала проявлять беспокойство. Первый и второй латеранские соборы, это 1123 год и 1139 год, запретили совместное проживание христиан и мудыхаров. Они также предписали мудыхарам и евреям носить особую одежду. Очередное увеличение числа мудыхаров произошло в результате завоевания Фердинанда III. В Севилье он разрешил им проживать в своих домах при условии уплаты тех же налогов, что и они раньше оплатили мусульманскому. Община мудыхаров сама избирала своего старейшину, то есть Аль-Кальда. Но в XIII веке, как и в случае евреев, медленно начали мудыхаров ущемлять. Начинаются постепенные гонения. Правило особой одежды стало применяться в Севилье с 1252 года. Активнее пошло обособление проживания, то есть кварталы христианские и кварталы мусульманские должны быть уже отдельными. Хотя эта строгость закона смягчалась тем, что некоторые христиане сдавали мудыхарам жилье в христианских кварталах. А в сельской местности также были мудыхары, но их положение было более легким. Но все равно короли все более и более вольности мудыхаров сужают. Одновременно облагают их все новыми и новыми налогами. Они были обязаны уже платить церковную десятину, хотя не были христианами. А затем одиннадцатую часть дохода городу и далее от множественных налогов. Ну и в результате число мудыхаров в Испании после XIII века постепенно сокращается. Ну и третья вот такая община это мусарабы. То есть это противоположность мудыхарам. Христиане изначально в Безгодском королевстве, когда его захватили арабы, они выставили христианам право жить по своим обычаям. Ну то есть мусарабы жили на мусульманских землях. Но по мере того, как проходила реконкиста и мусульманские земли покорялись христианам, то мусарабы оказывались вновь под властью христианских королей. Но при этом они уже за то время, которое жили среди мусульман, достаточно сильно стали отличаться от тех, кто под властью мусульман никогда не был. Несмотря на то, что естественно и те, и те были христианами. Ну, социальная вот структура, одежда, много было отличий. Вероятно, те мусарабы, которые оказывались в землях костей Леона быстро, они довольно быстро ассимилировались. Но, например, такие общины, как Таледа, они были слишком большие, они слишком долго жили под мусульманами, поэтому их специфика, естественно, сохранялась. Мусарабам давались особые фуэрс. Тоже у них были свои аль-кальды, аль-басилы, у них был суть своей общины. Но, в отличие от мудыхаров и евреев, мусарабов невозможно было ущемлять по религиозному признаку, потому что они были христианами. Каких-то гонений, поэтому на них и быть не могло. Но была разница. Дело в том, что христианский обряд, который был у мусарабов, он сохранялся с визгодских времен, и он отличался от римского обряда. Он продолжал традицию Сидора Сибирского, и его богослужения были на языке готов, богослужебные книги были на языке готов. Ну, как мы помним из первого сезона, в раннем Седневековье Рим имел очень маленькое влияние на такие старые церкви, как гальская, испанская, даже итальянская. Лишь по мере того, как клинистское движение развивалось и проводились церковные реформы в XI веке, растет влияние Папы и особенно в понтификах Григория VII усиливая церквидации и понтификации. Кстати говоря, еще в 1064 году при предшественнике Григория VII Папе Александре II начались разговоры о том, чтобы массарабский обряд запретить, но Папа дал разрешение на него. А уже когда Григорий VII пришел к власти, то в 1074 году он отменил массарабский обряд, невзирая на попытки короля Альбонца VI этому сопротивляться. Ну, к тому же, годский язык постепенно выходит из употребления, и уже где-то с XIII века богослужебные книги на годском языке становятся непонятными. Ну, поэтому массарабский обряд потихоньку отмирает, заменяется одинским. Но в позднем среднем векове испанцы приложат определенные усилия для того, чтобы эти книги восстановить и восстановить массарабский обряд. И он существует и подлинный. Вот, в общем-то, все, что я хотел сказать в этом выпуске. Благодарю вас за внимание. Соединяйтесь к моему сообществу на сайте Патрон. Патрон.ком.касая. В.А.Л. подчеркивание. К.Х.О.К.Х.Л.О.В. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, который можно найти по моему имени Велхатло. Я желаю всем мирного неба, скорейшего, благополучного окончания войны. Благодарю еще раз вас за внимание. И до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok